Ну, конечно, мало что переписано. Писать просто обязательно. Так, ну, хорошо. Значит, давайте вспомним в прошлый раз, что было. Видимо, многих не было, я помню. В прошлый раз раз, да? В прошлый раз. Были вы? Да. Ну, да, ну, да. Значит, тогда у этих не только тех остальных. Хорошо. Итак. Значит, мы... Сегодня последние у нас две цены. Последние цены. Мы, значит, должны задерживать расстояние термодинамики. И вот феномон будет, вот те термомические, вот такие... Феномеречения, он, кстати, в царстве будет написать для нашей системы феномера. Значит, давайте вспомним, что... Я срок напомню о чем. Ну, тот фрагмент, который нам, как бы, нужен для того, чтобы сегодня, значит, где-то расстояние. Так. Значит, мы, смотрите, мы рассмотрели сначала теплоемков. То есть, то фирю, которое может быть рассмотрено без учета упругих параметров. То есть, у нас, вообще-то, главные параметры, значит, термодинамики, предыдущие твердое тело, это параметры, это температура. И второе, ну, простой системы, это объем. То есть, всестороннее сжатие и всестороннее сжатие только рассматривание твердого тела. Тогда это твердое тело будет так же. Объем, да, второй этап перемен. На самом деле, перемена вторая, мы ее хорошо знаем. Это тензо-деформация. Значит, температура тензо-деформация. Если тензо-деформация не фигурует, тогда мы, значит, можем рассмотреть отдельно теплоемкость. То есть, мы ее рассмотрели, и, значит, ну, вы рассмотрели температура зависит. То, что вы хорошо знаете, это теплоемкость в том приближении, которое мы рассмотрели. Она называется гармоническим. Значит, она профессионально пропорциональна температуре в кубе. Это эффективно. Вот важно знать, что температура зависит от температуры в кубе. А если температура давая, значит, наоборот, температура в кубе больше, тогда это констант 3NU, число степеней свободы в кубе, на постоянную большую температуру. В высоких температурах, вот структура в тело, является мерой числа степеней свободы в кубе. Это, я скажу, это факт статистической физики основной. Вот, значит, если мы систему и имеем какую-то степеней, системные условия, то теряем изменение температуры, определяемая значимую 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 температуру. И, значит, тогда можно сказать, что ускорка степеней свободы в кубе. Вот такая, значит, полная зависимость температуры и тепловой. Это, значит, она при сперту в кубе. Присоединяющая вот эта констата, да. Ну, а при правонаруточность мы научились, значит, вычислять ее в промышлении Дебая, в воде Дебая. То есть мы, значит, фононы, в чистоте фононов, в зависимости от фононов. Записываем, как скорость звука С на волновой вектор А. Вот так просто, например, они. Вот в уединении звуководной экспертии рассматриваем. Считаем, что, скажи, до, таким, во всей тоне Брюлена. Это в зависимости от чистоты звукового вектора. Вот, знаете, Брюлена, она имеет вид, значит, ну, тоже такой. Мы знаем, значит, сначала линейный, а потом уходит на какой-то... Ну, и тут не монотонности какие-то есть и так далее. И потом уходит на границу, которая не соответствует температуре. Вот, смотрите, ну, на Брюлена, то есть уже на Брюлена. Вот, значит, это в зависимости от какого-то волновой вектора. Так вот, если мы, значит, берем сразу вопросового линейного такой. Ну, будем считать, что там грубо, но это можно описать. Это зависит от промежутка между этой ежой. Ну, вот, тогда, значит, это будет МГДБА. Это максимальная частота. Тут уже будет... Это я, значит... А... Не так я сказал, конечно. Значит, дадим, 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 дадим. А, значит, это... Максимальная частота, которая соответствует вот этому коцу, мы выбираем не той, которая реально отвечает за МГДБА, а именно той, которая отвечает за полному числу степени свободы системы. То есть, мы интеграл плотное состояние, соответственно, когда берем это, получаем плотное состояние, берем интеграл, и это максимальная частота, придает с того условия, чтобы этот интеграл бы равен на частоту сидений свободы в этой ежей. Ну, вот так вот эта построена теперь модель ДБАя, и она дает, значит, здесь какой-то переход от этих полусей между Азов-Миньским. Это мы, что говорили, это они, решил просто посмотреть. Ну, хорошо, значит, смотрите так. Это теперь ДБМС его рассмотрели. А теперь пришли, посмотрели, у кого есть свойства. И в том приближении, в котором мы рассматриваем фаноны, это называется гармоническое приближение. Оно строится в чему? Потому что мы уже там записываем, ну, физическую энергию, куда это, вот, напишем, физическую энергию. Вот, плюс, вот, это потенциальная энергия взаимодействия атома, всего этого тела. Вот оно. Ну, для последующих, это не требуется, взаимодействие. Везда, это тетер, но это УН, УН-3. Вот такая взаимодействие смещение атомов с положением атома. Атом, находящий, коллегающийся, со смещением его, на каждой из атомов. То есть, наоборот, это гармонический атом. Так в этом приближении, значит, упрокие, если мы, деформируем деформацию велёкой стало, то, очевидно, что у получив этого фактических филосабифона рассматривали, так же делали. Значит, от логика то же самое здесь, одна, вторая, Сумма половина штриха, А половина, это самая Н штрих, это называют большими УН, УН штрих, это смещение деформации, В каждом узле смещает того, кто-то находится под этой деформацией. Эти внешние деформации не всегда имеют длинноволнового возмущения, азбакроскопическое какое-то действие, то есть оно всегда изменение в этом-то УН, это мы практически написали УН, вот РН, Так вот, значит, это плавно, и поэтому, соответственно, мы можем, как мы здесь сделали для случая длинноволновых колебаний, мы, значит, рассматривали здесь преобразование этого и получили отсюда, значит, как бы вот этот переход к теории упругости, который отвечает вот этому рассмотрению этого, значит, деформации. Так вот, значит, мы тут получаем, фактически, от этого добавку к гамильтинян, и, значит, соответственно, мы в энергию, в энергию, ну, сейчас правильно ясно сказать, энергию, ну, значит, это будет такая, значит, у нас ЕНО плюс, значит, сейчас это, допустим, сумма по всем КАФИ, то есть вот этим декоризорам, полонизорам, номер ГЭТО, да, вот HОМЕГА, вот давайте полночь это вспомним, КАФИ, и вот здесь ЭНО, вот главное, что у нас фактически в дальнейшем вошло, это, значит, у нас главный факт статистического нашего рассмотрения термодинамики нашей, сейчас присылся к чему, что мы в этой части все величины, зависит у нас от функции рассмотрения термодинам, сколько банонов находится в данном состоянии КАФ, в данном состоянии статистического высокого банона, это среднее значение, называется функция рассмотрения термодинам, а, значит, нужно хорошо знать это, значит, у нас очень важная функция, Е в степени HОМЕГА КАФА, ну, я стал так написать, вместо, я пишу обычно ОМЕГА АФА ОМЕГА КАФА, вот так, КАФА, но здесь, ну, мы будем все так писать, и поэтому, давайте вот так вот, КТ минус единицы, да, вот эта функция распределения, вот, значит, а подставим, значит, вот это мы читаем термодинамическую величину энергии, да, магническую проблему, когда мы вот так записали, вот так записали, и вот эти ансоды для того, мы получили фаноны, то, что мы до сих пор это все разбирали, это, как получить вот эти фаноны, а потому что, потому что, статистическое рассмотрение фанонов для людей, мы пришли вот к этому, вот, вот температура, это HОМЕГА КАФА, это HОМЕГА КАФА, вот это вот функция будет, вот энергия, при зависимости от температуры во сне вот образом, значит, соответственно, вот эта часть приводит к тому, что к энергии появляется добавка, и мы ее тоже хорошо знаем, она пишет так, что объем, значит, ЛЯМГА И, ИД, Э, М, это те наносочки, каждая пробегает 1, 2, 3, ЛИС, ИД, З, 2, 3, И, ИД, Э, ИД, Э, М, и, соответственно, значит, отверстия динформации, этот кензор модулей упругости характеризует вот наше твердое тело, которое получается вот отсюда, ну и вот, и смотри, вот эта величина, получили связь к этой, значит, величины кензор модулей упругости, которые возникают, когда мы, значит, переходим вот здесь к непрерывному смещению, непрерывному смещению, слабо меняющую на расстояние длины, то есть на расстояние атомной длины, атомный масштаб, атомный масштаб, атомный масштаб меняющий, тогда получили, получили, здесь вот это, кензор модулей упругости, надо на те, деформации, соответственно, энергия здесь и будет, значит, значит, мы пишем функцию и, лем, сумма, вот это, лем, и, значит, это вот сумма по всем этим видам, нужно суммировать, это будет, значит, от того, деформация, вот какое будет выражение энергии, внутренней энергии, то, что, энергия, термодинамики, вызываются внутренней энергией, вот эта вот настоянная энергия, это просто будет, как говорится, среднее собственное значение, вот это, среднее, потому что числа заполнения, вот они были, которые квантом, они запренились на среднее число фаномов в этом состоянии, соответственно, и, значит, ну, это, поскольку мы это приняли, гармоническое превышение, то есть мы разлагаем, разлагаем энергию, тут, размещением, вода, и, значит, это называется гармоническое превышение, гармоническое. Вот в этом гармоническом моменте, ну, это, видите, значит, мы доходим до этого, и, конечно, значит, дальше нам нужно терминальный дальше строить, естественно, нам нужно это, все упругие переменные, то есть те же, где попался, если хотите, или, те же, может быть, если, значит, если ядочный центр, зависит от температуры, правильно, то есть это будет функция состояния системы, зависит, потому что температура, вот это, чтобы получить, нужно перейти к гармонизму, то есть, к учену, увеличить тренение, не только, когда смешно по освещению, ну, и по, значит, кублических и четвертого порядка, вот, значит, в этом заключается ученый гармонизм. То есть, мы сюда должны прописать, H, вот, третье, плюс H, четвертое, как мы пошли третий порядок по уровню, мы там записывали, и вот там, соответствующий, возникают константы, коэффициент, соответствующий, он будет, соответствующий, называть, константы третьего порядка. Ну, надо, два основания, можно записать, потому что мы, там, значит, когда, значит, там, зависит от того, четная или нечетная степень этих смещений, поэтому, значит, мы, вот это, даже, второй порядок, взять теорию возмущения, поэтому, ну, теорию возмущения, мы слагаем, а то, значит, добавка. Ну, вот, значит, второй порядок, у H3, первый порядок, у H4, вот, поэтому, давайте, будет, фигуры, царами, которые дают ангармонический флаг. Итак, ангармонический флаг нужен. И вот, когда мы ангармонический флаг поведем, то тогда мы, значит, получим термодинамику, уже, значит, полную. Ну, калорийские, вот тут мы калорийское, значит, уровень состояния, получим энергии, зависит от температуры. Ну, и, в общем-то, основное уровень состояние, термическое называется. То есть, эта связь, давление с объемом, то есть, вы с его приложили к газу, и, значит, газ, значит, сопротивляется этой, создаётся внутренние силы, которые возникают внутри газа, и давление, которое возникает, оно будет профессиональной температуре, знаете, для простого приближения, будет профессиональная температура, давление, и, вот, связь этого давления с температурой, это есть основное уровень состояния, ну, известно, со школьной, с самой, начало физики, вот, уравнение состояния идеального газа, вот, у нас тоже здесь, идеальный газ, значит, соответственно, мы должны получить, вот, нечто подобное этому, уравнению, которое, есть, для газа, но, мы, соответственно, не можем здесь не считывать взаимодействие, потому, что, да, и там тоже, в газе, то давление, которое там получает, вот, вот, грамотное, можно получить, значит, то, то выражение, в уровне, на неделе, получится, из того, если правильно, сейчас, по сути, рассмотрим, а то, что мы будем рассматривать, средние силы ударов, молекулы газа, на границу, мы его удерживаем, на границу, а они отдают, они бьют по этой границе атома, и, значит, вот эта, средняя сила, она там не записана, поэтому, взаимодействие, совсем не учитывать, нельзя, при учете, то есть, молекул, газа, сейчас, иначе, с чем-то, нельзя не учитывать, при получении этого, термического, ну, вот, здесь, соответственно, тоже это сделать, вот, теперь мы, итак, вот это мы уже в прошлый раз все проделали, я сейчас уже, просто сейчас бегло, и говорю, финал того, что мы сделали, итак, мы вот дошли до сюда, до этого места, затем дальше, мы вот это, это было замучение, мы, значит, противорезвучили, рассматривали, что, что нужно получить, нам нужно получить, аналогу, вот этой формулы, и, она формула свободная, значит, тут есть, тут есть такая помощь, что, если мы сейчас, сейчас, пришли, к тому, что рассматриваем систему, как, все переменные, термодинамические, софункции, в зависимости от переменных, температура, 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 это, тогда, значит, мы должны использовать, в качестве, энергии, свободную энергию, ну, почему, давайте, чтобы, как-то, было понятно, значит, смотрите, энергия, вот она, значит, она получается, как функция температуры, на верхней функции температуры, да, теперь, значит, мы получили энтропию, на функции температуры. При статическом перехол, проститическом осмотрении, мы, от механики перешли, в такое, идем удовольствование, соответствующая защита от подхода, мы получили статистическое осмотрение, мы получили там, что есть такая масштабная энтропия. И, значит, соответственно, у нас состояние уже все характеризуется не энергией, ну вот средняя, которая здесь, или вот эта, вот энергия, вот средняя характеризуется на собственном значении, вот это вот, не, не, это не, она характеризуется на среднем энергии. Ну плюс к тому, здесь еще и энтропия, если мы начинали, что она характеризует? Она характеризует равновесие. У нас вот, берем предположить энергию вот эту, ну, угрубляем, переменные, соответствующие вводим, так как только мы это определили, так сразу же мы должны ввести понятие равновесия, то есть у нас равновесие. То есть у нас не каждое состояние, вот это угрубленное, осуществляется в системе. Не каждое. А именно то, которое соответствует максимуму, более вероятному состоянию. А оно отличает максимуму приятного времени. И, соответственно, это значение максимальной энтропии, вот это и есть характеристика этого состояния, плюс к энергии. Вот это вам, физическую, физическую, чтобы вы понимали, что я вот это сегодня говорю вам. Вот, итак, это и это есть. И мы получили как, если вы вспомните это, все прочее, мы получили так, что температура, если прожившая некая величина, мы должны, вот, мы получили нечто, энтропию такую, здесь мы вот даже из этого выражения, в первую очередь выразить через С, подставить сюда. Тогда, значит, это будет Е, значит, Т от С, так, ну, то есть это Е от С. То есть вот основное, это что у нас. То есть получилось, что у нас вот эта, значит, вещь, такие тепловые движения, характеризуются вот физической энтропией. То есть вот эта энтропия, значит, энергии, характеризуются вот, то есть мы понимаем, ДЕ, вот это изменение энергии происходит вот по закону такому С, Т, ДС, то есть где ДЕ под С, вот что только температура. То есть Е под функцией, ДЕ, вот эта температура, значит, мы ее, знаю, теперь эту функцию, и мы ее определяем к каким-то другим образом. Вот, значит, такая вещь. Значит, поэтому, значит, если мы хотим, вернувшись к нашему вопросу, если мы хотим сейчас, значит, рассмотреть все как функции температуры, то мы должны, значит, еще, значит, делать некий переход от перемен, третийненько, энтропия. Ну, значит, здесь есть история, когда переменную объемную 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 объемную. К переменному Т, и этот переход получается, это мы будем свободную энергию, так называемую. Она, ее изменение, значит, свободная энергия, это есть, значит, значит, Е, значит, это Е минус ТС, да, вот как бы, это как бы связанная, это полная энергия, мы вычли, получается Е минус ТС, но это, значит, не это главное, а главное то, что мы произвели переход от перемен, то есть мы на самом деле сейчас вот эту СТС, это есть СТС, вели как функции какие-то, которые, которые являются производными некой другой функции, так вот, это ДС, по ДС, с минусом, это будет производная, как-то вот так, СТС, да, ДС, это будет температура, значит, ДФ по ДС, это будет температура, она, я записал, ДС по ДС, вот у нас ДЕ по ДС, значит, ДЕ по ДС, значит, ДЕ по ДС равняется энтропии, да, значит, ДЕ по ДС, это температура, а, значит, С равно, С равно, минус ДЕ по ДТ, ну, Д точно, соответственно, Е равно, значит, а Е является из вот этого уровня, вот у нас, С вот, ДФ по ДТ, вот мы это уровень и написали в свое время, что вот ДФ, да, ДФ по ДТ, ДФ по ДТ, вот это уровень для определения свободной энергии, если мы так определим свободной энергии, то мы тогда получим вот это, что энтропия уже равна ДФ по ДТ, туда, да, а, значит, энергия, ну, определяется, она вот, она определяется из этого уровня ДЕ равно, не равно, это минус ДС, вот, значит, вот такая, значит, переход вот этот вот, с помощью вот этого уровня, это мы уровняем, проявка в статистическом описании получили с вами, если бы, значит, стало ясно, что на самом деле, на самом деле, если мы за все переменные, значит, описываем теперь, как температура, значит, температуру за счетами, это все убирает, ДЕАТ, в котором есть, ДФ плюс ДС, да, и, значит, это энтропия, которая есть после культуры. А, значит, именно поэтому, значит, сейчас, то, что мы сейчас хотим делать, это мы должны определить вот эту вот величину свободной энергии. Ну, это дело просто, потому что, значит, мы, когда мы знаем, вот, когда мы знаем энтропию, энтропию мы тоже записывали, что, значит, вспомню, давайте, начиная, минус КАПА, КАПА, логарифм, то есть, то есть, то есть, КАПА, вот, значит, единица плюс НКАПА, КАПА, на, на логарифм, НКАПА, вот, минус, НКАПА, логарифм НКАПА, вот такая, выражение такое, значит, она все правильно говорит, вот, значит, вот эта тропия, значит, соответственно, вот эта разница, такое приедет свободную энергию, и после этого, раз, вот, значит, Значит, найти уже ее, эту свободную энергию, это смазать сейчас функцию температуры для того, чтобы перемены были естественными. Значит, мы Т вот нам перемены, значит, везде температура будет входить через воду эту функцию. Ну, естественно, нам трудно очень вычислять, ну, не скучно, вычислять температуру как функцию S. Вот смотри, запасаем, и вычисли температуру как функцию S. Это можно, конечно, причем, потому что мы всегда некое приближение делаем, значит, это в каком-то приближении можно сделать, но вообще-то скучно. Ну, и по сути дела, значит, это нам ненужно, потому что, вон, мы все же реальность, это создаем температуру. Ну, да, если термонировать в 90-е, мы их не будем, так сказать, конечно. Словно ты говоришь, а там производная ДФПДТ при каком постоянстве, какая переменная постоянная? Значит, смотрите, температура, температура, значит, есть эффект про пункциональной едиотерапии, если есть эффект про пункциональной едиотерапии, вот. Значит, ДФП, сейчас, значит, смотрите, у вас это уравнение фактически определяет, из исходной берется, вот исходной берется е от с, вот мы берем е от с функции. Вот, значит, и, соответственно, вот здесь е от с, здесь все функции едиотерапии. Вы, значит, здесь, значит, это написано как функция, это мы решили, вы не должны решить для функции с, и, соответственно, выбить F функцию gt. Вот, вот такая вот тут идея. Значит, это мы, значит, ну, вообще-то говоря, это проходили, как бы, с термодинамики. То есть, вот это уравнение, гипсоглимоз. Вот, значит, вы, исходный у вас есть е от с, да? Только это е от с мы решили и так уравнение все. Ну, а теперь давайте, значит, будем считать переменную температуру. Тогда мы вот из этого уравнения переходим, определяем s как функцию t. Вот здесь, значит, входит везде t, и, значит, подставляем ее сюда, и уже вот тут уравнение все смазки. Ну, пойдем там. Вот, значит, de под s равно t. Вот, что такое t? de под s равняется t. Ну, вот, в общем, вот, значит, это, итак, еще раз, значит, нужна свобода энергии. Поэтому, значит, соответственно, мы должны это вообще вычислять, значит, вычислять, то есть при переходе с термодинамики свободную энергию. Но у нас это получилось естественно. После того, как мы статистическое описание само переписали на, значит, уже на случай, когда есть взаимодействие между формами. Вот оно. Это фактически взаимодействие, получается взаимодействие, взаимодействие вообще друг друга. Значит, поэтому у нас это взаимодействие получается мало, и мы его должны теперь вычислить, вычислить со всеми учительствами, со всеми членами и величинами те термодические которые входят, после учетом того, что нужно взаимодействовать. А для этого нам удалось статистическое описание переписать, чтобы оно было справедливо для взаимодействующих систем. И, соответственно, мы опять это сделаем. Мы делаем, значит, вот всю систему, вот обносим объем в нашей системе. Так вот мы, значит, это уже подход будет. Мы, значит, это делим систему на, значит, малые подсистемы, да, малые подсистемы, и вот к ним применяем статистическое описание. Здесь мы, это у нас как бы, вот объем, то такая же система, как вся в целом, но у нас уже много меньше исходной системы. И, соответственно, значит, вот к этой совокупности подсистемы применяется статистическое описание. Значит, каким образом мы фоним функцию распределения? Мы видим, что главное в связи с этим описанием это функция распределения. Вот мы подсистем. Что это значит? Значит, мы рассматриваем, значит, эти системы как статистические, то есть состояния их задаются какой-то вероятностью и создающего состояния. И вводим перемены, которые, вот эти у нас числа заполнены фононы. Числа заполнены фононы, да? Так вот мы их сейчас как бы огрубляем, как мы сказали. Значит, каждая система, соответственно, определяется как, значит, уже как статистическая, в которой как-то заданы эти числа, как случайные. Вот. Значит, соответственно, ими состояния эти системы, эти будут случайными. Есть функция распределения этих случайных значений, этих состояний. Так вот, значит, соответственно, мы, функция распределения, это дает возможность определять среднее значение вот этой свечи совокупности, ну, которая находится вон висе. Значит, да, вот это очень важно. Значит, смотрите, если то есть описание, о котором мы раньше говорили, более произвольное состояние, оно переходит в положение на себя, да. Так вот сейчас мы, конечно, говорить можем только о равновесии. Равновесенность. Так вот, равновесие состояние куда-то есть. И вот в этом разновении о равновесом состоянии, значит, какая причина, допустим, как я писал, а, вот, значит, функция вот этих вот переменных, так? Вот здесь это функция распределения, тоже это функция этого, вот, а функция это А. А вот, а функция, функция чего? Вот эти же функции, вот эти же переменные, конечно, и опять же переменные, функция, да. Вот, значит, мы теперь этот средний значение кое-кому величины какой-то определяем, определяем, как, значит, средний значение. Вот как энергию мы определяли, вот она, значит, видите, вот энергия. Вот она у нас была, вот почему я, значит, исходный, значит, рассматривал это, теорию такую уже, Больцеванной, как это было просто, идеальный, как это, как идеальный газфаномик разновился, потому что в идеальной газфаномике просто энергия, вот эта, есть функция, сумма вот этой А. А. Шерменас энергии, средняя энергия, вот она. Значит, соответственно, вот аналог этого здесь, но здесь уже сложность, потому что здесь мы, значит, система взаимодействующей, взаимодействующей, и в общем случае вот эту величину может быть только для равновесия. А для состояния равновесия мы можем, какая-то функция воспринимет, будет только величина. Мы показали, что она будет функцией только энергии. В равновесном состоянии она может быть функцией только энергии. И тогда, значит, получается, что мы должны ее, какой вид этой функции мы ее можем найти просто из простых соображений теории вероятностей. Что? Суммарная, значит, вот допустим, если мы берем две системы с разными энергиями, да, то вероятность состояния этой системы есть произведение вероятности, да, ну а соответственно энергия есть сумма энергии. Вот из этого только, значит, соображение, соотношение, находится в среднем, то есть это находится в углу, в функции распределения равных субстаний. Она просто равна экспоненте, на функции равна экспоненте. Ставим знак минус, потому что тогда вот сейчас будет положительно, потому что, ну вот, превышаю энергии, ну вот, и соответственно, значит, здесь это вот обозначается z минус 5. Вот, значит, и теперь мы, вот эта функция распределения, вот она, вот эта причина z определяется просто. Если мы вот берем здесь константу, то средняя константа от константа должна равняться самой елитной константе. Поэтому сумма вот этой, по всем вот этой переменной, должна быть соединиться. Следующее z, отсюда сразу же мы получаем, что z это равно сумма, по всем переменным вот этим, есть, как минимум, в этой е, в этой е, тоже, в функциях переменной. Вот она, вот это называется социфическая сумма. И так мы получили практически, вы знаете, это теория гипса, гипс такой человек, американский гипс, ученец за счет, ну, 19-19 веке социфической обознанной. Значит, вот универсальная, оказывается, функция распределения равновесная, это сугубо, не равновесная, это уже, мы для идеальной системы записали в произвольном ее состоянии функцию распределения фактически, в этом все только есть. А здесь, значит, мы только отдельное равновесие, может быть, универсальная функция, а в нервное состояние сложное будет, и уже как-то ее нужно принять. Ну, вот, итак, Значит, вот эта статистическая сумма, она заходит. И теперь мы, смотрите, путем простых, опять же, формул, высокоцательных уровней, получили, что, значит, вот эта функция свободная, да, Григорьевна? Вот это и правило. Значит, она будет просто логарифмом статистической суммы. Вот, значит, поэтому мы фактически и вычисляем всегда, должен вычислять всегда, если температура идет лучше. А температура та же самая, в которой это тоже такой же смысл имеет, как стаим в антибазотемпературу. Это все, каждый из этих вот этапов, это, значит, ну, серьезная вещь, уже думать, хорошо и понять. Ну, вот эти все шаги, я их просто сейчас вам бегло проговариваю. Значит, смотрите, итак, в этом здесь была температура, значит, мы получили вот это вот теперь, вот эту формулу. Значит, соответственно, здесь нужно написать теперь энергию просто, да? Вот энергию вот. Это было для, значит, для общести, это было написано. Значит, сами были, вот, мы энергию, это же, вот так вот оттуда мы написать, вот функцию этой, защиты статистических, и эту функцию. Значит, вот мы теперь написали среднюю энергию вот таким образом. Теперь мы должны это поставить сюда, то есть мы вот это поставим сюда, и, значит, определите, после этого мы получаем, что существует функция, которая является вот этим уравнением, вот этим уравнением. И, значит, соответственно, мы вот эту функцию можем выяснить, как, значит, заходясь в статистическую сумму. Значит, тогда все статистическое описание термодинамических величин сводится к подчислению статистической суммы. Вот берем, значит, объем в соответствующих переменных, да, ставим сюда, вычитаем эту сумму, значит, в плантовой механике это будет шпур, шпур Е в степени минуса, сумма диагональных элементов, вот сумма вот этих, сумма диагональных элементов βh, минус βh, минус βh. Здесь, конечно, уже такой, все это должно вычисляться в таком виде, что это должно округленное, переменное должно быть, это, кстати говоря, важно понимать. Итак, шпур вот этот, да, это статистическая форма, думаю, найдем, находим, сейчас я запишу это уже те формы, которые мы получили. Итак, вот теперь, значит, теперь мы получили, так сказать, исходные понятия, которые, исходные положения должны определить термодинамику системы уже существующего взаимодействия. Вот это взаимодействие теперь есть. Значит, с учетом этого взаимодействия мы находим вот эту величину, эту статистическую сумму, из него находим эту целую энергию, и, значит, после этого вся термодинамика, все термодинамические свойства заделены, оказывается. И это, я не зря вам всю эту логику вот на этом, заканчиваю все, даже в курсе, фактически тут часть курса, так же на каждом центре. Потому что мы получили все, что, значит, можно из статистической механики, из статической механики, из статической физики. Для этой вот идеальной системы, то есть идеального кристалла. Для идеального кристалла мы вот в таком простом определении получили все, это финал. Значит, как дальше усложнять, тоже фактически вот этой, значит, расскажем теорию, так сказать, теория ясна. Вы должны усложнять гамильтониан в этом вот, в этой статистической сумме, вот это, наверное, изучать. Вы должны переписать все более и более сложную систему, значит, все более и более сложный гамильтониан сюда, и, значит, это вот вычисление его будет давать вам все эти гамильтонианские свойства этой системы. Вот, значит, это в этом, как говорится, суть того, значит, такого подхода, к которому мы сейчас и антологически что-то. Ну вот давайте, значит, то, что вопросы есть ли, нет? Все понятно, да, хорошо, да? Теперь, значит, дальше, сейчас я напишу просто то, на чем мы закончили. Что мы делали? Значит, мы построили теорию возмущений для статистической суммы. Ну, основные фрагменты, давайте я ее тоже посмотрю. Значит, теория возмущений статистической суммы, то есть это, опять же, основа этой мауки. Значит, вы берете, значит, следующий способ. Так, сейчас, как это там, значит, смотрите, давайте сейчас, это мы сейчас договорим, чтобы я тут все формы написал правильные. Так. Давим на несколько секунд. Так, шесть секунд. Так, значит, это, ну, значит, вот это, например, формула, вот это, значит, формула свободная энергия, как функция t, ну, и у нас будет потом ε2, напишем, да, вот это вот, через эту функцию, и так, она будет минус k по t на логарифм z, вот простая формула, и все, вот это, вот это выражение, вот, вот это, вот это, это, и вот это, приводит к этой формуле, ясно, да, значит, это там простыми, простые воплоткируются, кажется, что это так, а на самом деле, что-то там обсуждено, то kappa это если, kappa t, то есть единица на b, ну, вот, ну, а, конечно, здесь, а, конечно, здесь тонность, откуда появилась здесь kappa, это науки всей России, откуда, бета была, а как это теперь, когда на kappa t прибереги, постоянные болезни, ну, вот это было как раз шаг, это, бета, все равно, бета была, не простая вещь была, вообще, все вот эти, вот так вот были, конечно, вот, не простые, принципиально, ну, значит, бета говорит, ну, значит, явно не было, постоянно бета появилась здесь, так, и об этом уже не говорю, не поговорю, и так, вот, значит, соответственно, мы вот эту z должны вычислить теперь, значит, значит, ну, мы, мы делаем все в квантовом варианте, конечно, это не было, уже, только больше не банят, да, давно было, значит, и этот, уже последовательно статистическую сумму привыкли вот так вот вычислять, как мы делаем сейчас, вот, значит, смотрите, как мы делаем, так, сейчас, секундочку, значит, значит, e, так, e в степени минус бета на h плюс b, h плюс b, вот это мы что сделали, теперь, мы можем это здесь написать, поскольку это, значит, вот это, вот это, сначала вычислили, ну, я тут, а что я могу написать, чтобы это заявил? А что я, это то, что вот это, и это то, что вот, можно, а тут нужно n поставить, а что, это есть просто сумма, значит, h, у меня на n, вот, h, у меня как альфа на альфа на альфа на к альфа, вот, что такое, значит, ну, мы еще дописываем здесь и энергия самого состояния уже, в общем, просто потому что, когда мы будем исчезать эту свободную энергию, там у нас просто будет конца тренера входить, ну, вот, хорошо, и теперь нужно, по дублю b вот это разложить, шпорт, по дублю b, по дублю b, я вам рассказал, как формула, по которой, кстати, получается при этом, получается формула, которая в нулевом, ну, в нулевом, мы приближаем без дублю b, дает нам то, что мы делали, вот это вот, получается, помню, свободная энергия, вот она какая, значит, она получается, значит, h равно минус k по t, логарифм вот этого z, так, логарифм z у нас, пока у нас не было никакого, мы до сих пор сделали, она будет просто сумма, пока, альфа, логарифм, единица минус 10 и минус h омега k альфа, вот такая вещь, значит, это, так, минуточку, я, сейчас, я тут могу, поскольку я вот, я могу подать знак, так, где он знак-то минус стоит, сейчас, минуточку, чтобы у вас формула была правильнее, я, значит, сейчас, сейчас, секунду, напишу это, так, минуточку, так, все правильно, значит, правильно написано, все, так, тогда, значит, вот это, значит, вот эта вещь, я просто хочу сейчас форму дать, которую я, ну, не писал бы, не, это, не, к по т, плюс к по т, сумма по к альфа, логарифм, единица плюс н к альфа, вот какая-то вещь, вот, ну, сейчас, давайте это, вот, если вот эту формулу просто сложить тут, то должна получиться вот это, ну, вроде бы получается, да, значит, вот эта формула для технических значений, для технических целей интереснее, потому что вот через, все выражается через эту функцию воспринения, и, значит, вот, итак, значит, смотрите, что я хотел сказать, это, значит, это, это f0, а теперь f мы называем буквой fA, f0, значит, f0 плюс fA, fA, это, значит, будет логарифм, то есть поправка к логарифму z, так вот, значит, там можно, как это написать, f0, минус k по t, логарифм, z0 плюс z1 плюс z2, где z1 и z2, соответственно, вот это вот, и вот это, вот, теперь, ну, можно так сказать, z3, z4, чтобы было ясно, что это произойдет, вот. Теперь, значит, смотрите, выносим эту скобку z1, и поэтому разлагаем, поэтому, получается, минус k по t, логарифм, z0, первая салганома, это вот это просто, чтобы было. А следующее будет линейная по этой величинам, ну, и будет, значит, логарифм, так, на четверницу будет, k по t, z3 плюс z4, на z, n, вот. Значит, соответственно, значит, это теперь, нужно вычислить просто z3, z4. Вот, z3, z4, это, ну, z1, z2, короче говоря, вот, это линейная и квадратичная поправка, поэтому мы ищем. А линейная и квадратичная, то есть, мы, линейная поправка учатся только, в ней только h4, а в флоричной поправке учатся h3. Там логарифм, наверное, да? Ну, где логарифм? Нет, здесь не логарифм, здесь разложили, логарифм разложили, разложили вратей логарифм. Вот в том-то, именно в том-то, в том-то, здесь получается савастостическая сумма, не логарифм, а савастостическая сумма. И очень просто. Поэтому, значит, вот это, соответственно, здесь, а ну дальше сами. Видите, здесь в знаменателе z0, то есть, получается, вот как, вот эта, вероятность входит здесь, z0, а здесь пробуются, вот эти теперь входят. Ну, в общем, значит, вот это технические суммы. Дальше мы разложили паву, дублю, v, и потом в этой формуле вычислили поправку к этой, к свободной, да? Получили F. Так вот, я F сейчас запишу, как угли, и мы получили. А так, вид-то очень такой, ну, формальный немножечко. Но, значит, будет сейчас длинная формула? Я выписывал в прошлый раз длинную формулу, да? Вот, значит, эти мы формулы сегодня. Выписывать не много, потому что в середине у меня остаток со временем. А я уж все равно все повторяю, но это формулы, что я буду это выписывать. Вот, значит, смотрите. Так, секундочку, сейчас я напишу. Так, сейчас напишем. Так, так, не засидел. Так, все, сейчас, ага, вот. Итак, F, а вот это у меня. Получается, в таком виде. Значит, E0, а, я сейчас расскажу смысл всей этой личной формулы. Плюс сумма, пока альфа на h, тета, к альфа, вот, значит, n в каждом. Так вот, значит, что я сделал? Вот там были большие, альфа на h, тета, к альфа на h, тета, к альфа на h, тета, к альфа на h. Это были большие некие комбинации матричных элементов, энергии, всего прочего, в каких-то громудских таких суммах. Но, значит, у нас, для нас важна температурная зависимость, а она входила только через функциональные элементы. Так вот, там, значит, получилось, что, значит, в том выражении, которое мы получим предложение этой, значит, группа слагаемых пропорционных, линейно пропорционных, то есть, линейно зависимых от шрифа, и, конечно, и все. То есть, у нас, вот это, значит, сложная величина, но мы же все равно не будем учесть это. Вот, значит, вот это и сложная, это коэффициент, соответственно, ткань, штрих, и вот это. Это у нас было слагаемое, которое вообще от НК не зависит, вот это было так. Это вклад в энергиям коэффициентного состояния, вот от гармонизма получился, так. Теперь это вклад в энергию, фактически, ну, получается, в энергию форму гармоническую, да, правильно, потому что здесь пропорционная НК. И здесь, значит, уже ничем не пропорционная личина. Но здесь есть в слове «все очень важная личина» входит, ну, и еще, пожалуйста, другое. Ну, вот, и так, вот, значит, получилось в таком виде у нас, где выражение, где, кстати, это однуражный этаж. Это чисто формально введен, у него много значений такое. Вот мы получили англический флаг свободный энергию. Это мы получили его без учета упругого значения таких. Вот сначала, значит, как рассуждаем. Давайте, значит, сначала посмотрим, что, как влияют на гармонизмы, то есть на германитарнику фанонов ангармонизм. Как ангармонизм влияет на германитарнику фанонов. Без упругие всякие дифференции. Нет гармонизм. Тогда вот так получается, что на германитарнику фанонов у четвертого добавка. То есть там, вот она, вот она, добавка у нас написана. Вот она. И плюс к ней вот эта вот еще одна вещь. Ну, я тут, значит, для основной версии могу написать. Р1 е0, е0 минус, ну, дальше не как. Так вот, значит, или е0 есть и германитарнику, значит, сюда сейчас надо записать. А все остальное, вот, у нас будет первая царя, мысль по нко, а следующая линейная и квадратичная по нко из-за этих германитарных. Конечно, здесь тоже можно линейное по НК выделить при каких-то температурах, но если в общем виде, то будет вот так. Ну вот, итак, значит дальше, дальше вот следующий шаг, который в прошлый раз уже не осталось, а упругую часть добавить. А получить добавить мы можем более просто, потому что мы ангармонизма упругого рассматривать не будем, мы же не будем рассматривать сильную деформацию. Если сильно, тогда вообще это, теория вообще не проблематична, то есть мы сами теория вообще это не сможем. Нет, мы вообще не будем считать, что подходит, значит, гармонизм, то есть воздействие, значит, не является сильным, амплитуда небольшая. Ну здесь у нас была всегда малая амплитуда, а там вообще-то говоря, вы сами понимаете, это может быть как-то сухой сделать. Но, в принципе, ну, значит, ну не будем, у нас только квадратичная станция. Значит, мы смотрите, h, значит, пишем так, ну h кинетическое напишем, кинетическое, плюс, ну и плюс, значит, так, смотрите, сумма, она вторая, сумма, а от n, n' штрих, у n' штрих, у n' штрих, да? Это значит фономия. Плюс деформация. Одна вторая, сумма, а от n' штрих, вот уже деформация. В принципе, мы пишем O большое, O, 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 n' штрих большое, n' штрих. Теперь, значит, нужна банка гармонических членов гармонических слагаемых училий деформации. Ну, это было так же, вы можете делать, как вы видите, раньше. Значит, здесь будет единица, ну, допустим, так, ну да, пишем 3, повторял, да, h, ой, значит, сумма по n' штрих, n' штрих, а? Так, так, значит, третий слагамон, значит, здесь, в нем, ну, это мы B обозначали, B, так, вот n' штрих, n' штрих, а? Ну, здесь мы должны в нем написать u, n' первая, да? Так, стоп, я напишу другую букву, значит, что-то. Линейные слагами я напишу с другой буквой, чтобы у нас не было там линейного. А тут будет линейная зависимость, а там, а там. Поэтому надо все прописать. Сейчас, секундочку. Что-то мне нужно еще сказать. Так. Хорошо. Значит, так. Так, сейчас, секундочку. А, значит, я написал. Так, теперь, значит, это B, значит, так, если B, я так и свободно. Так, значит, U, N', а, правильно, не так и надо сказать U, B. Вот мы U линейно написали, да? U написали. И теперь напишем квадратично U. Значит, U мы напишем сумма по N' штрих. Так, значит, вот это же слагаемое. Но где будет 2U? Значит, B, O, N, 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 N. А, значит, здесь будет только два теперь слагаемых третьего и четвертого порядка, соответственно, где будет N, 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 N. Значит, N, 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 N. Номиную очередь мы задаем на обзорах. Вот, значит, такое, какое быслучие с учебной информацией. То есть, мы учитывали B, только доклад разных слагаемых. Здесь повторительно последнего слагаемых. Я сейчас напишу его. Тут, что нужно отчетно выписать. Так вот, значит, сумма, мы обозначали, это только с буквой D, тот коэффициент. Н, Н' , Н3 . И здесь у нас будет 2у маленьких и 2у больших. Вот здесь я написал одно маленькое, 3 маленьких. Мы это учитываем. Мы учитываем, как это кх-штрих, любовь кх-штрих. А, значит, здесь будет 2у маленьких ун, ун штрих, у большое, Н два штриха, у большое, Н три штриха. Вот полный гемифтониан теперь. Мы учитывали только здесь одну вещь, где должен быть 3 этих у больших. Мы это учитываем, большая будет, мы учитываем только У. Умельничаем, умельчаем, только вот это отличное у нас. Вот это линейное, так вот здесь, и куда-то отличное. Ну и все. Значит, смотрите, вот теперь нужно снова вот это возмущение рассмотреть. Но тут-то проще, почему? Потому что, а мы даже вот это не должны рассмотреть. Почему? Потому что, значит, это, так. Да нет, ну, в общем, это может рассмотреть, не имеет значения. Так вот, мы это уже рассмотрели фактически, потому что она здесь подняла. Но даже, ну, если мы его напишем, там будет ТКО мало по своей системе, с которой здесь входит. И поэтому мы уже это не учили, действительно. Вот. Поэтому, значит, фактически вот у нас получилось. Это, во-первых, это просто вот, к чему вот эта добавка сводится? К чему? Смотрите, что у нас просто мы букву А вот тут перенавим, а стильдер напишем. А стильдер – это зависит от деформации. Соответственно, и здесь так же. Б стильдер зависит. Это будет… Два-ху-б будет тоже ракостильдер. Только длиннее этой информации. И таким образом у нас получается, что это, как бы, надо… Нельзя… Можно, в принципе, и учесть это просто таким образом, что мы сюда вот, вот в этой формуле, вот так, вот сюда добавляем, просто добавку, которая связана… с вот этой информацией. И тогда… А, вот это упругое? Запишется вот так. То есть я это… Ну, можно какие-то формуле прописать, потому что… Чтобы добавку вычесть, линейно. Уже разложить вот эту величину. То есть и картон, и какие-то поводки возникнут. И особенно… Рекорд, что я здесь… По Э… В функции «э» не разложить. По этим добавкам. Ну, значит, это… Я не буду тебе так рассказать. Я просто… Напишу… Напишу… Что… Какой вид будет иметь… Вот эта упругая часть. Итак, вот это. Теперь то… А это вот это. Значит, фактически это я написал… Ф… Равное… Ф… Равное… Ф… Ф… Ф0… Плюс… ФА… Вот… Равном… Вот так. Здесь, значит… А, нет… Этот… Этот… Правильно, что… Значит… Ф… Нужно… Нужно… Не это написать здесь. А нужно написать здесь сверху. Ф… Равного… Ф… Ф… Ноль… Плюс… ФА… И теперь мы плюс… ФА… Упругая напишем. Я думаю, это конец. Значит… Уже выкладки. Значит… Мы получим тогда… А эта… ФА… Упругая? Будет уметь так говорить. ФА… Смотрите. Так… Вот я ее… Запишу. Вдруг… Вдруг… ФИТО, чтобы было ясно. Значит… Сумма… Порта… Я АССР не пишу сейчас просто. Ну… Выключаю его… Это число… АССР… Так. Омега… Вот я думаю, что Омега-1 плюс Омега-2. Так… А… АССР… Так… АССР… 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 НК… Вот… Значит… Здесь К… К… Вот просто… Это слагаемое… Оно… Прямо прибавляется… В чистоте… Фаномен… Вот это же… Ну… В чистоте… Фаномен… Потому что… Ну… Здесь… Ф… 90… Минус… Ф… 0… Потому что там… Значит… Там… Входит… Когда мы в линейном приближении записываем… То там получается… Вы говорите… Вот это уже нет… Там я показывал вам… Ну… Ну… Есть просто… Самая энергия… Поэтому… Получается… Вот такая… Плюс… Значит… Минус… Не так… Здесь… Немножко… Это вторая… Сумма порта… H… Омега… Вот… Смотрите… Здесь как… H… Омега… 1… Так… Омега… 1… Омега… 1… Деленное на… Омега… Это… Это… Так… Вот… Э… Т… На… ДНУ… ОДТ… Значит… Это… Это… Разложение… Вот… Вот… В этом виде… Значит… Первый порядок… Смотри… Омега-1… Омега-2… Омега-1… Омега-2… Это… Соответственно… Поправки… Э… 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 Первого и второго… В порядке… Омега-2… Омега-1… смотрите, все то, что связано с этим большим, мы через информацию выразим, поэтому мы сможем тоже там писать такую основу, смотрите. Омега-1 плюс омега-2, у меня сразу тут оба пишу, омега-2, оба строгаемых. Вот линейная строгаемая будет минус гамма, минус это условно, потому что гамма констата какая-то, которую мы с нас не знаем, поэтому мы можем написать так, как нам нравится, но и нам нравится именно минус здесь поставить, потому что там когда получится формула лучше. Вот, теперь плюс, значит, 1, 2, значит, гамма, это тензер. Так, тензер, а, извините, я не написал так, тензер написал, а епсил на епсил. Плюс, так, гамма тензер плюс 1, 2, и здесь 2, вот, кси епсил на епсил. Вот, тут омега-1, соответственно, это линейно, омега-2, а епсил. Вот, значит, здесь написано, как выражается через них, это свод энергии через эти две амеги. То есть получается, что нужно было поставить сюда вот это. Ну, значит, давайте гензера прописать. Здесь, значит, гензера на гензер. И-йод. Э-эпэта. И-йод. Э-эпэта. Ну, а здесь где-то, э-э... Ну, как, наше сделать получше, что ли? И-йод. И-йод. И-зарова-эпсил. Э-эпсил. И-йод. Вот. Вот и все. Значит, сейчас теперь мы получили... О-о-о, финал. Значит, это мы получаем свободную метку с учетом ангармонизма всего. Вот первая, так, теперь в том завещании часть, вот она записана. Вот здесь, это, значит, часть, ну, диноза, это гармоническая, это просто ангармоническая, у нас просто другая. Ну, вот. И вторая, значит, это ангармоническая часть, вот фанона. И третья, гармоническая часть, вот тут полностью. Значит, сюда сейчас теперь, здесь вот это чего? Упругая часть и в нулевом приближении. Здесь это, я написал, только фанональная часть, вот она ее обозначает, как обычно надо, тут f, а вот фанона, это как написано. Вот, значит, тут еще написано, ну, 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 упругая, ну, 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 знаю хорошо, Мы с вами написали сегодня её. Значит, это будет F упругая. Так, значит, F окванонная, упругая. А, не забывай, а оно есть. Значит, это одна вторая, V, λ, вот это I, Y, L, N, F и Y, L, Y, L, Y. Итак, полная, свободная, мне представляет собой сумму. Значит, здесь полная, ну ладно, а здесь происходит. Вот я фан, плюс F упругая, и плюс F, ноль, упругая и франция. Упругая, значит, значит, означает, что договор, который писал, а франция – это вообще то плохо, если я не франция. Ну, значит, напишем просто иной. Ну, можно иной упругой, между прочим, написать, F, так, F упругая здесь, а F ноль просто, делайте, так, значит, сейчас, миной здесь, миной, плюс F ноль, ну, да, около 5. Вот так будет всё. Ну, вот, значит, смотрели. Вот полное выражение, и словами, да. Значит, мы теперь можем, значит, используя это полное выражение, написать, делаю первое, и напишем, значит, уравнение сюда. Значит, все эффекты, пропишем, которые связаны с анимизмом. Первое, второе, третье. Вот, значит, там, основных, три у нас, классический, так сказать, эффекты эманронизма. Мы их запишем сейчас, и от них поговорим. Ну, если, значит, опять же, Вот это, как говорится, нам с зачаток нашей любой теории, вот мы дальше будем идти, ну я, может быть, сейчас скажу несколько слов. Значит, дальше будем, какого? Усложнять систему. Вот вначале я вам рассказывал, пытался сказать, что мы, почему мы должны, как мы должны начинать теорию квалифицированную? Потому что мы должны начинать с самого идеального, самой идеальной системы. Вот это и есть кристалл, идеальный кристалл. Вот мы его сначала рассматривали. Вот это начальный курс теории кристалла, то есть физический кристалл. Это его движения, колебания и так далее. Потом статическое описание, потом физические величины, которые получаются. Дальше, значит, гармонизм и так далее. Вот все это идеальный кристалл. Дальше, следующий шаг, мы переходим все более и более неидеальные ступени, и наконец приходим уже с самой грязью, прям горячей. И все равно мы ее можем как? Мы все можем так. Все равно свободная реагия. Хочет физику, философическую сумму, писать туда все, что угодно, от чего угодно. И после этого все это... Значит, это... Я пытаюсь эту логику вам прописать, потому что, значит, это... Ну, можно дальше, значит, и двигаться в... Нужно дальше двигаться в понимании теории трудного тела. То есть это вот зачаток. Ну, вот это... Не всегда курсы теории трудного тела так построены. Некоторые любят для офигности рассказать такое сложное, что, значит... Сами не понимаете. А, значит, это тогда путается. Что простое, что сложное. А вы должны начать от самого простого. Твердое, что ли. Вот если вы это твердое не знаете, то вы тогда и то же дело не понимаете. Ну, ладно, теперь... Что, болельничка, да? Ну, смотрите. Вот, это за то, что я с этим мастер. Давайте-ка... Скоро он будет... Одна москвич. Иванов. Москвич. Иванов. Уже четыре. Одна поделка. Румянцева. Румянцева. Румянцева не поделка. Это кто? Она со второго пожара поделка. А, ну, я не могу, я не могу, потеряли. Хорошо. Значит, смотрите. Итак... Идем дальше. Значит, первый эффект, который... Самый простой, который обнаруживается... Ээээ... Значит, это... 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 Первый эффект, нам бы хотел бы... Изменить правдость. То есть, кажется, что если мы добавляем... Эээ... Она... Значит... Это... То это... Покажется, временная тепломка. Тепломка стесни Так, сейчас. Так. Значит, идем здесь. Напишу «эпсон». Напишу «эпсон». Напишу «эпсон». Напишу «эпсон». Значит, деформация. Деформация – то, что деформационная цель, мы считаем. Я еще раз. То есть, мы не знаем. Это различность температуры, да? Подготовку. Значит, там записываем реакцию по температуре и все остальное. Итак, значит, смотрите. Деформация. И еще раз. Де Те по ДТ. Так, сейчас. Те. Де – сто тет. Те – сто тет. То есть, что… Те – сто тет. Это значит знание из вязи dn, 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 dn. Итак, вот если эти вещи проектируют вычислить, получается такая форма. Сейчас я напишу им срезвое. Итак, первая садарна H, Омега, К, Д, У, Ф, К, К, К. Я опять это не буду безумно сказать. Итак, дальше. Значит, это первая садарна, которая была у нас раньше, да? Теперь вторая садарна, минус Т, минус Т, H, H, сумма пока, H, θ, К, Д, Н, К, 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 К. Так, это важно. Так, дальше. Дальше, значит, минус. Следующая садарна, значит, у меня будет, так, Т, сумма пока, К, С, сумма пока, Ар, Артла пока, Ка-стрих, А kartа бока, Ка-стрих. НКД2НКОДЕЛЬДЕЛЬДЕЛЬДЕЛЬДЕЛЬДЕЛЬДЕЛЬ Плюс, показать чеку сколько вознесинься Так, D, N, K,S, D, N, P,D, N, Q,D, N, T, D, N, K,S, 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 D, N Вот, так, ну и все Значит, здесь больше слоганно θ и α Вот, это у нас, значит, идея здесь, вот это, вот так же, ну, вот лично вот это вот, вот это уже проявляет, считаю, что то, что останавливается информацией, мы уже не понимаем. Итак, значит, мы должны также все наши формулы посмотреть, зависимость от температуры, при t много меньше, вот это, и t. Ну, в общем, если там это можно сделать, то, значит, поскольку это зависимость, это сложный вопрос, какая зависимость от кого у t. То, значит, это произвольная при модели дебая будет тоже непросто. Там общая формула, так что можно описать, фото обстоятельства, но это, как часто делается. Но, ну, здесь есть, значит, такие, значит, тонкости, так сказать. То есть, в том, что это k при малых волновых игрок зависит от волновых векторов. Вот зависимость, а вот, вот влиятельность, не просто зависимость. Но, значит, зависимость, приводить к принятию случаях, мы выписываем. Значит, какая? Давайте перейдем, что-то вот это вот. Значит, какая зависимость? Вот это, значит, очень важная вещь, получается, при t много больше. То есть, в общем-то, ангармонизма является правдой, в основном при высоких температурах, да? То есть, вклад над гармонизмом будет в высоких температурах. Потому что, в принципе, это, вот, эти вклады, в принципе, дают, чтобы быть мало, потому что они, значит, соответствуют, при малых волновых игроках, то, конечно, будет мать-малая. Поэтому, значит, соответственно, у нас зависимость будет 2 квадратных температурах, зависимость при низких температурах, которые будет мать. Вот. А при высоких температурах, вот я сейчас выпишу вам вклад, 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 получается, смотрите, значит, c равняется. Вклад, 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 вклад Так, вот здесь оставим такую вещь, и, значит, смотрите, сумма, это вычисляется в общем-то вопросов, все, сумма по k k штрих, только альфа k k штрих, деленная на, так, амега k k штрих, амега k штрих, вот, на t. Вот что получается, итак, вот этот эффект, который мы, я уже вам говорил, значит, температурная зависимость при высоте температура, что, вот, изменяется, вот, к этому повернению, к этому поставим слагану, значит, получается, получается, добавка. Знак этой гласки, вообще-то говоря, не обязательно отрицательный, потому что здесь эта величина не обязательно будет говорить, да, всего, чего я вкладываю, не обязательно будет. Но, вот, тут нельзя поставить на минус, что, на самом деле, то есть выбрано это, как исходно, что, значит, может быть, это и отрицательный будет. Вот, как правило, вот, значит, так, цель, теплоемкость, так, нарисуем вместе с этим, вот так, вот эта константа, и эта константа будет, значит, давать такой вот. То есть теплоемкость при высоте температурах существовало гурменизов не отрицает закону Дон-Герки, вытекает ни ничем. Это вот факт, который, значит, давно, по-видимому, это Павелс первый установил, вот, это и фундиотик, Павелс, а сегодня позорно рассказано. Ну, значит, линейная зависимость теплоемкости температуры. Итак, что касается высоких температур, если, то есть низких температур, то теплоемкость не меняется, в зависимости от теплоемкости не меняется, будет просто та же самая зависимость, потому что вклад этих гурменизов небольшой. Вот, итак, очевидение, чем теплоемкость, это первый эффект от, значит, андромоизма. Второй эффект, это, значит, зависимость от температуры, модулию проглости, модулию проглости, у нас константа модулию проглости, вот, а теперь, значит, модулию проглости, значит, будет, мы ее должны продифференцировать. Второй производным взять по эфсилам, да? Вот она входит, вот она, эфсилам, которая производится, здесь мы должны, кто-то, спасать, у нас, при этом, что получить. . Значит, ну, это, ну, значит, мы начинаем, по-топичную массу, по-топいつógнате, да, постоянно теплое. Значит, да, сейчас я напишу формы, типа 2,7, 2,7, 3,6. будет такая. Значит, это, ну, лямка, или jLm, равняется df, то есть bf, квадрексу, i, j, j, lm, равняется, значит, маленький, получается, лямка, значит, равняется. Это гармонический вклад, плюс, плюс, здесь, смотрите, два слова здесь есть, соответственно, ну, единицы на v здесь надо, вот, значит, итак, значит, h, так, единицы на v, сумма по k, так, сумма по k, а h, так, сейчас, секундочку, h, а, 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 а. Сейчас секунду, значит, epsilon i, j, так, здесь c, 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 i, j, j, так, c, i, j, значит, ну, К, а скобка здесь, гамма, К и Л, а, СМ, СМ, сейчас будет, СМК, так, это вот здесь скобка будет, вот так вот, раз, скобка, минус, минус, все, значит, гамма К, СМ, СМ, ГМК, 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 вот так, и здесь, значит, есть С, акцент, К, СМ, ГМС, Земну, СМ, Дн, Q, Тм, Тм».oss, скобка, мыожиданное, что у нас уже несем и так, вот, значит, температура зависит, а температура зависит. Температура зависит, two разом гамма коэффициентов, и до тех коэффициентов выходит на уровень . Значит, при низких температурах, при T на T в четвертый, значит, при высоких температурах это будет просто добавление как определенная линейная дорога, линейная дорога, этот линейная дорога, а при, значит, при цельном увеличивании, это потенциально 6 чемпионов, при цельном увеличивании, это много больше, это линейная дорога. Это может быть ввести так же, как мы вычисляем, вычисляем тепловенность, В общем, по той же схеме вычисляете тепловенность зависимости. Значит, если у вас N по плюсу тепловенность, вы берете, значит, зависимость, это NK будет, не ценно, T, а при низких тепловенность будет выводить, вычисляете тепловенность, вычисляете так, как мы, вычисляете, они будут, кажется, атаку совместно. Вот такая вещь. Значит, для, а, я сейчас напишу ее, это выражение, значит, у меня при высоких температурах легко получить, само выражение даже, значит, соответственно, вот, так, так, сейчас, секунду, в высоких температурах, это будет, там, вот, получается, при, а, 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 сейчас, лямбда, ну, так, я, значит, здесь, у меня, тут у меня лямбда, у меня есть, а, ну, здесь, здесь, вот такая вещь, я, как коэффициент лямбда, будет, лямбда, ну, просто, так, и я напишу, в таком, скомническом виде, плюс, капа, т, деленная на, сумма, пока, капа, кси, значит, кси, так, сейчас, секунду, кси, 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 минус, гамма, просто, здесь ничего не будет, гамма, гамма, на гамма, ну, то есть, и, 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 здесь, вот так вот, значит, вот, это будет, изменение, зависимость, вот этой, ну, тут, ясно, что это, значит, ну, как, если этого констата вынесли, то же самое число, если ты не свободен три энергии, то есть, это добавка, значит, как бы, аналогичная энергия, гармоническое приближение, только, значит, еще, энергия констата. Ну, в этом, вниз пресли, слогмата написали, вот, значит, грамотская, ну, значит, она, она должна быть производной, написать просто это, значит, это граффл и будет пропуция, как это, ну, хорошо, дальше. Вот это второй эффект. Итак, к модулинной трокосе зависит от температуры, вот, значит, при представлении температуры, если это не будет, то, значит, зависимость температуры, зависит от температуры. теперь, Третий, значит, пункт, который я учил из армейзмов, значит, еще приводит, мы должны построить сейчас уравнение состояния, уравнение состояния, то есть зависимость, значит, тензора напряжения от температуры. То есть вы, значит, это, значит, это объем, значит, я сейчас уберу, я буду участвовать, ну, это вот финал, который, значит, не будем говорить, это последний уровень состояния, то есть мы, как бы, калорическое, кстати, калорическое сравнение с одним, получается, там, интермейзмом, с отечностью, потому что нужно энергию, внутренний уровень, банк, которая будет списать, это функция температуры, именно здесь входят интермейзмом если там, ну, в смысле, ребят, то есть, можете получить температуру в зависимости от времени, это простая. Значит, а теперь, значит, то, что связано с его в состоянии ужеологическим. То есть, вы действуете на кристалл силы, которая сводится к, которая opisывается вот теперь. То есть, смотрите, как мы пишем, как вообще получается. Вы делаете, что давление, есть производная энергия по объему, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле. Так вот это и есть у нас состояние. Значит, когда мы здесь, вот это как бы условно-нависимое. Вот это есть внутреннее, значит, сопротивление системы. Лежность и внешние силы. А это есть и внешние силы. Это давление. А, значит, когда человек делал, это аналог вот этого вот тем же напряжений. И это будет, значит, смотрите, это и есть. Так, значит, единица на bf. Ну, уже сейчас мы, не энергия у нас, а свободная. Дf по d ε и ё. Дf по d ε и ё. Представим? Дf. Значит, вот это и есть дистамические. Вот это и есть уравнение состояния. То есть это равенство внешней силе. Если это равно нулю, вот мы сейчас говорим, что это равно нулю, тогда, значит, это условно-нависимое отсутствие движения. А у нас здесь, как вы видите, вот ту форму, которая здесь видится, это парадично происходит. Значит, возникает тут и нечто, что-нибудь, о чем мы сейчас говорим. Вот. Значит, ну, в общем, это значит уравнение, вот, вот это вот это вот и есть. В ней какой-нибудь имеет. Смотрите. Лянга, I, ё, л, м. Вот это вот т. Нужно посадить. Да? Вот. Значит, ε, л, м. Э, там, включится. Кон, гу, г, а, т. Ничего нет. Вот здесь получается. Дальше здесь то, что связано с теплодрением. Сопределем. Здесь же смотри. Значит, у нас так вот это в газе, допустим. Вот всё давление условно-тепературно-профессионно-тепературно. Потому что идеальный газ, он, нет у него сопротивления. Сам, то, значит, сжимаешь, он сжимание, сжатие его, он спрятается со своими сжатием только за счет того, что эти молекулы газы, мы говорим, имеют в виду температуру. То есть имеют в виду генетическую энергию, которая придет с температурой. Таким образом, температура придает, значит, просто тепловое движение. Тепловое движение, тепловое движение, это просто модульность. Поэтому надо только есть тепловое. А здесь, смотрите, у нас есть то, что связано с сопротивлением жжения или растяжением. Вы нажимаете или стягиваете, оно само по себе сопротивляется. Без учета теплового движения. Здесь слоняем. Так вот. Значит, сейчас мы сразу посмотрим, когда дальше будет. Значит, здесь, а здесь дальше есть стоит минус. Гамма и Й, так, Гамма и Й, так, Гамма и Й, так, Гамма и Й, вот это. Вот уравнение состоящее получается. Это, смотрите, здесь нет зависимости от информации. Значит, к чему это приводит? Вот, что главный эффект, какой это, царь мы смотрим, в созрении главный эффект. Какой? Что если вообще это положить, а не в внешних направлении сигма, не в внешних направлении, в внешних направлении, в внешних направлении, в нерную, соответственно, есть дефамация. Это называется тепловое расширение. То есть вы получили то, что если вы получили дефамонист, то у вас это возникает именно возникновение теплового вклада в это внутреннее давление, не существует. Вот это, значит, у нас просто зависимости от температуры. Это отличает от того, что здесь нет зависимости. А если, значит, есть, то, значит, получается, что у нас есть тепловое решение. Итак, тепловое решение самое главное. Отличие уравнения состояния твердого тела от уравнения состояния двигателя. То есть это, вот, без упрочем, это такая вещь, которая почему-то очень непопулярна. Вот спросили о любого, значит, какой-то физик. Какого уровня состояния такого тела? А вот, значит, такое. Значит, оно, это обычно связано с таким, ну, деталями каким-то. Обычно это мало этого, мы это меняем обращать. А это очень важный фильм. Вы должны знать. Вот, значит, если у вас сейчас, сейчас мы дальше прогнозируем, если вы только напишите простой вид этого уровня состояния. Вот это самое, вот вас спросят, уровня состояния твердого тела, присталов, идеальный присталов. Вы сразу пишите вот это. Вот, смотрите, какое оно. Вот это закон о регистраторе, какое-то конечное. А это, значит, тепловое давление. И, значит, равенство нулю вот этого, значит, этого это иначе, это уравнение, например, эфсилон и т. То есть, вот это вот. А мне, обязательно, будет решение, мне лежать, потому что этот листал, он изнутри, и он немножко сдвинется, это модуль сдвига. Я, вот это, кстати, тут часть у меня выпала, она говорит о сжатии и растяжении. Ну, значит, это как-то осталось в стороне. Ну, значит, сжатие и растяжение описывается все в тензором деформации. Если вы теоретом все занимаются, вы, значит, понимаете, как это описать здесь. И вот, значит, при нагревании, вот это нагревает здесь, вот так вот здесь. Вот, при нагревании, значит, она у вас будет, ну, дайки, ну, христиан, вдруг, декомерция. И вот эта информация находится в этом уравнении, которое называется уровнем состояния, значит, этого. Вот у нас два, значит, уровня состояния. Энергия должна делать, в котором вы тут написали, значит, вы можете написать, что энергия, энергия превратила из остальных, это написать энергию из, зная свободную энергию, напишем энергию, получится уравнение такое. Значит, уравнение энергии, она чем-то, вот это калорическое уравнение. Вот, и, значит, получится термическое уравнение состояния, которое дает зависимость от внешних сил. То есть, вот это энергия мы сдали, а здесь остальные внешние силы действующие. Вот, и, значит, это будет зависимость внутреннего, вот этого вот, давления от температуры, вот, которая уравновешивает внешние температуры. Ну, вот, значит, смотрите, и так, ну, в общем, это энергия, естественно, не решишь, значит, как-то было хочется, хочется починить чему-то знакомому, теплообовое расширение, это настолько знакомый эффект, вы его в школе, там, в каком-то втором классе, в каком-то, значит, там, классе, в шестом, наверное, классе, или в каком-то, или в восьмом, или в севом-то, теплообовое расширение, не знаете, как. Ну, вот, давайте прием к этой формуле отсюда. Вот это, как раз, значит, сразу мы можем встать на вторую почву. Так, получается, когда, вот, простое, что, самое простое сделали, а через этого из кода сожжено, вот, после этого, значит, уже все вспомнили, и дальше идете, усложняет, усложняет, лучше и лучше понимаете, что здесь написано, в общем-то. Ну, итак, значит, как это сделать? Ну, во-первых, нужно перейти к всестороннему растяжению лежания. Всестороннему растяжению лежания, как приходится, значит, у нас в ε есть дельта v на v, вот такая, значит, дельта v на v. Ну, значит, даже это не так, не совсем так. А, значит, ну, я сейчас, если начну это все рассказывать, я долго проделать, то я хочу просто написать сразу же отсюда. Значит, переход деформации, тензора деформации, к изменению объема, происходит в следующем образом. Вот u, это вот большое. Дивергенция вот этого u, чему равна? Дельта v, вот. Вот дельта v на v, как раз, это дивергенция u, понятно, да? Значит, если ε, значит, если там сумма ε диагональных элементов тензора напряжений, тензора услуга тензора деформации, это и дивергенция u, то есть это будет наш элемент. А если вы всестороннее в жаднерастяжение смотрите, там будет у кого-то, где дивергенция u, и есть. Ну, я тут не буду... Почему вот это от той берется? А вот смотрите, вот это вот, вот это вот, вот на рисунке тела, венеграммированное тело, ну и получится, что вот эта дивергенция u это как раз интеграл от нее, как раз, значит, как изменился объем. Вот, вот это и тв. А, значит, относительное изменение объема получается именно ε, потому что, значит, вот эту дивергенцию превращается в поверхность интеграл от вот этого u. Поверхность интеграл от этого u, то есть изменение объема всего. Вот как я просто тут так интуитивно, так как же может устроиться вот. Верегенция u это вот, экзамбль в ревенции u это вот тот разрыв получается. Уменьшили, увеличили в зависимости от того, что нам это отрицательный, положительные цифра поверхностные. Значит, соответственно, дэкта v на v это вот, значит, это ε, то, что я написал. Вот, значит, ну вот это переходный, не будем это относиться с седьмой цифр, я сразу напишу отсюда, значит, отсюда, как уравнение для всех стороннего растяжения земли. Более того, я сейчас напишу ее, значит, ну, проще нам видим, что у меня светильник, значит, у меня не будет. Посмотрите, это переход к приближенному уравнению. И мы получим, в конце, элементарное уравнение, хорошо известное, так сказать. Вам как раз вот у всех учебников, которые вы будете смотреть, как правило, то, что у нас это построение, которое я сейчас получу, как я понапишу для него. Вот, итак, значит, тогда вместо этого будет v, да? Тоже вы знаете, как преобразовать эту интеграву от этого. Вот, значит, так, минус dE0, вот это v, здесь температура зависит от dv, не знаю, ну, я вроде не грязно. В общем, здесь не буду уже писать. dE0, pdV, это, значит, без учетной температуры зависит, да? Теперь дальше, плюс единица на v, потому что здесь p на v было, в том числе 4, я в этом сабсал, это осталось, так? Вот, сумма h, ωk, ok, значит, γk, я тут не буду сверху, это, вот как получилось, это, правильно, касательно, это касательно, значит, от этого. Значит, эта вот вещь, мы ее запишем как? Значит, дельта не изменилась. dV на v, так? dE0 по dV равняется v0 минус, v, вернее, v минус v0, деленное на v0, и варень, дельта, и варень, дельта, и варень, дельта, и варень. Значит, здесь вот это, тут прямо написано, вот это. А в нужной пульсе это который мы получили прогрессор, это равно 0. Вот это вот вещь равна вот этой, что вот в этой причине. Вот, и поэтому, значит, сюда я сейчас могу, так, простую форму, дельта, так, здесь, значит. Вот это бы легко понимать, значит, я когда сейчас напишу, v0 минус v, деленное на v, ляма. Это моноле-болоси, значит, v на v равняется, значит, такое просто линейная зависимость объема от dV, v равна v0, здесь, ну, по дали нам, значит, получилось изменение объема, изменение объема равно v0, ну, v0 все же написали. Ну, это, ну, вообще, без разницы. Ну, вот, значит, это вот такая, и так вот такая получается, такая форма. И теперь последнее, что нужно сделать, это бы вынести вот эту вот пуску. Ну, да, я могу считать так, что. Значит, тогда вы получили вообще трассе, вот, в форму, сразу же. И она была получена. Потому что человеку, посмотрите, гранезин, многое сделало в твое тело. Вот тогда, получается, она на это вынесена, у вас, получается, вот это будет называться уровнем ми-гранезина. Ми – это даже человек такой. Ми-гранезин. Гранезин. У меня не любезно получается, когда вот это мы сделаем так сам. И тогда это уравнение, вы легко поймете эту прочность, вот это, встанете на эти прочные что-ли, и здесь вот. Значит, v равняется v0 – v. Здесь, почему так мы делаем? Мы считаем, что сжателем положительно, да? Изменение положительно, когда я вижу сжателем. v0, больше v. Так, v0. Вот. Довольно положительно, когда я сжимаю. Вот. λ плюс гамма единица на v. А смотрите, что здесь получилось-то. Сразу же вы посмотрите. Почему нам не захотелось гамма внести? Что здесь получилось? Ну, это же просто энергия. Вот. И вот смотрите, это аналог этого уровня стадиального газа. Очевиден. Выносим это. Получается, v равняется гамма е. Правильно? v равняется n0 t. n0 tt – это вот это вот, n. Значит, здесь концентрация. Значит, это n3 nν на kp t. Вот это величина при тегу. Фе надо больше фе. Да? kp t. Вот оно получилось так. Ну, а nt – это, значит, концентрация, если войдет. Концентрация атома. Числить атома. 3 nk t. И, значит, гамма. Как все это нужно, и получилось вне диаметного газа. Вот через этот газ отличается от этого, от, значит, кристалла что это есть? Это есть сила, значит, которая препятствует сжатию. Сама сила внутренняя есть. Сила, которая препятствует сжатию по повесе здоровья. Значит, эта сила к чему приводит? Понимаете? Эта сила приводит к тому, что если p положено в друг, то отсюда очень просто получается знаменитый опор. p равняется, значит, pv, pv равняется, значит, лямка на v, а, нет, сейчас мы это по-другому напишем. Значит, я ревну на 4. v равняется v0, но единица, то есть, бета, t. Вот за формуло что-то. Это не может быть и p, вот кунтик туда, извините. Ну, значит, смотрите, вот. Это форма известной диаметики, теплового расширения. Но бета здесь не та бета, которая была у нас, а это бета коэффициент теплового расширения. Он здесь получился связан с константой, да, у нас? Сейчас я наберу, что это? Обязывается константогрюнайзи. Вот это бета почему-то здесь там. Значит, смотрите. Константогрюнайзи, которая равна, которая, кстати, она, главное, сейчас я бета сначала запишу. Сейчас, секундочку, нету, нет. Так, вот, так. Значит, уравнение тогда. Уравнение, а вот мы бы не написали. А, мы бы не выписали, фактически. Гамма на ли это просто? Только мы выбрали. Вот это гамма не написали. Потому что я бы убрал вот это. Вот это вот все гамма на ли. Правильно. Ну, естественно, что нужно, раз уж мы это занимаемся, уравнение в состоянии, ну, прежде всего, раз, да, классический фрейгер, темного больше тета. Ну, вот тогда, значит, делаем процент тета просто. И здесь у нас содержится и уровень идеального газа, если мы выкинулись, и уровень линия, если стало, с ними оставить. Для того, чтобы в состоянии гамма не замечательно, только в целом не цели гамма. Я бы сказал, что сколько равна? Чему она-то величина? Если давление цель-инграды. Вот, вы знаете, все хорошо. 2 ¢, она равна. Правильно? Значит. Значит, у нас, то, конечно, она не 2-3, а на ногой 3 кристаллов. Это, кстати. Не так же сильно, не тросишь, сильный развор с дражными кристаллов. И это вот какая-то порядка низкая. Значим. Смотрите, бета, вот этот классический полный гамма, Это гамма, ну здесь х пишется, вот х на cv на v, cv откуда он делает, ну потому что это не это, cv просто, а х это обратная лямбра, это лямбра мультурпрости, а обратная личная мультурпрости, это сжимаемость. Вот это сжимаемость. Так вот, вот эта формула Гринезина, значит, это она связывает через константу Гринезина коэффициент теплового расширения с коэффициентом сжимаемости и теплоемкости. То есть коэффициент теплового расширения, это сжимаемость и теплоемкости. А коэффициент при этом есть, это самое константу Гринезина Гринезина. Итак, если вас спрашивают, прохожий спросил, пешеход, как вас спросил, как написать уравнение состояния идеального газа? Вы не должны написать уравнение, которое все пишут, pv на ровную, вернее, как написать уравнение вот этим? Это pv равна rt. И потом еще скажете, что это сопротивление. Это, значит, тоже не надо. Это бывает. В общем, это случай с дизайнерностью. Потому что вырублено, это идея, это сопротивление, это миссис де Мориш, напомним вам, как плавенциальное газовое расширение. Ну вот, а, значит, это будет, значит, для газа, а для твердого тела, вы запишите, нет, вот уравнение, это какое для твердого тела, значит, вот оно, здесь мы его написали уже. Вот. Вы можете написать так, значит, p равно v минус v0 на v плюс минус, или минус гамма на среднюю энергию, а если не противник, значит, взводить температуру, n тривианью, вот, а, значит, а если я прошу, то вот здесь среднюю энергию, вот мы что получили. Вот это будет, вот, это будет самое, значит, тривиальное уравнение, значит, можете написать, и не циноваться, то есть, значит, мы можем считать, pv равняется v минус 2 0 минус гамма и в, вот так можете написать, вот, здесь, значит, а, вот видите, я написал, нет, ничего не будет, я на здесь, вот, значит, и, то есть, вот, вот, в минус в 1 0, а здесь можно, значит, можно написать, то есть, изнаменатель, ну вот, если вы хотите, то можно написать сжимаемость, 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 с более популярен, это Камчан, до земля и альбача, 0 и плюс, сюда, вот, вот она такая, видите, вот уравнение, да, вот, значит, мы, когда с финалом, то, в финале получили, что существует, мы получили, уравнение станет вообще не вода, если вы не все вписали, вот уравнение станет, а если вы хотите грамотного человека, который что-то физику, что немножко слышал, так далее, а куличанин уже не дает, вот уравнение, вот она, давайте, уравнение, ну вот, здесь тендер деформации ходит, и так далее, до чего думал, что это связь тендера, движение с тендером деформации, альбина, здесь вот эта причина, действительно пропорциональна каком-то смысле энергии, правда, что мы это знаем, это энергия, ну, вот, вот здесь такая причина, которая, эта константа, то, где кто-то на разлигла, а то я, почему она в большую роль играет, она, вот, эта константа в линейном слагаемом, в линейном слагаемом видеормации, в чистоте, у вас эта информация, как бы эффекта, частота, значит, изменяется, и укрепление по деформации увеличена, это гамма на тендер деформации, вот, значит, гамма на тендер деформации входит в закон уровень состояния, значит, то есть это входят сюда, вы сами, значит, вот, если, вспомните, вот, все расширение, константа третьего порядка, интернеруманизм третьего порядка определяет, значит, коэффициент теплового расширения, вот, значит, здесь, вот эта вот формула, это есть связь, в соотношении гимназия связь между, значит, коэффициент теплового расширения, сжимальностью и тепловой частью, кажется, что такая связь есть, то есть, грубая, грубая такая, вот это грубая, глюназия, а, значит, если в общем виде, значит, тогда это не такое неозрительность, если, когда конца, зависит, конечно, от волнового ветра, от волнового ветра и номер ветви, от карапана, то, значит, с фономой зависит, это все фономия, определяется, и все дочее. Ну, вот это, значит, вы смотрите, Слава, значит, все, вот здесь прописали все эти, значит, ну, конечно, рассказывать, рассказывать, рассказывать быстро и, значит, в таком разговорном виде, конечно, нужно сесть и подумать, где-то все будет, значит, если вы, вот, могли бы сейчас взять вот это и, начиная от этого, идти все вниз, вниз, вниз делать до самого начала общего разговора о, значит, кристалле, метро, тщательно, и … все это отсмертывается в этих фактических, физических сооношениях или физических причинах характеризующие … Да любую систему, фактически это модули прукости и, значит, воронкости. А, значит, касается самой энергии, ну, энергии самого состояния еще, есть то, что она структура, она, например, она определяется структурой. Вот структура системы создается вот на самом состоянии, вот он как сидят эти атомы, вот это определяется вот всей той энергии, которая это дает в отличие от той энергии, которую описывает их. Вот, мы задали структуру, значит, и энергии, ну, и дальше, значит, вся термогинация, и, значит, это, может быть, на этой основе вся, вернее, наука о, во-первых, движении системы, а во-вторых, о о ее технических условиях и, значит, других свойствах визуально. То есть мы, значит, сейчас, вот что сейчас мы должны сделать, значит, переходя к более сложной системе, допустим, какая, что-то, я не фистал, это идеальная не существующая система. Ну, мы идеальным фисталом оперируем в физике. Какие? Значит, что главное, что обойдет, ну, прежде всего, первый шаг от идеального к неидеальному? Первый шаг от идеального к неидеальному – это дефекты. То есть мы дефекты кристаллов, которые не устраним. Вот мы должны нести. И если их очень мало, то это должно быть реальная полная система. Мы можем очень близкие к идеальным кристаллову сделать. Но концентрация дефектов, ну, допустим, где-то, там, эффективно 10-12, 10-17, то есть на 100 тысяч раз меньше, чем с самих атомов исходных. То есть, значит, это вот дефекты дают первый шаг от исполнения идеальности. Ну, кроме того, есть еще, значит, в самих рамках идеального кристалла неидеальные эффекты. Это высокотемпертурное. Если мы высоко, мы опять здесь оставляем это сравнение, высокотемпертурное напряжение, я смотрю, что Т много больше Т. А если много-много больше Т. Вот для большинства кристаллов Т это порядка сотен каких-то кристаллов. А если тысяча-десятка тысяч, вот там, ну, вблизи температуры плавления. Вот здесь сейчас много занимается этим, изучением таких, ну, сильных деформаций, сильных тепловых воздействий на кристалл, значит, это температура порядка, значит, температура плавления. Так что здесь мы должны изменить? Конечно, в этом случае ангармонизм играет определяющий роль. Правильно? Вот эти ангармонизмы уже, уже гармоническое побеждение слабо работают и началось от гармонизма. Так вот, ангармонизм работает к тому, что сама вот мы даже из этих формул это можем получить, если вы вот там гармоничную форму напишите, то вы увидите, что, значит, можно представить себе кристалл, как кристалл с частотами, ну, может быть гармоничными, кристалл, но зависимыми от температуры. То есть там вот, там сама частота вот эта америка зависит от этих функций. Если мы посмотрим на эти формулы, и определим, как учится, то она как функция, вот эта же функция, ну, а когда она произвольная, функция какую-то температура, которая, ну, вот она будет, после температура приближения. В этом слове в этих словах и сами колебания кристаллы немножко будут изменяться. Ну и возникает, первое, что возникает, это такая температура области. Больше температуры, но больше температуры добавят. Что возникает? Диффузия. Называется диффузия. Значит, вы атомы... А почему оставили это в состоянии? Потому что мы хотим остаться, чтобы кристалл остался. А уже по высокой температуре атомы начинают вылетать из этих положений, и двигаться по всему кристаллу. Называется диффузия. Значит, если у вас система состоит из каких-то нескольких компонентов, то будет взаимная диффузия разных атомов различных типов. В ней будет. Вот это целая огромная... Ну, конечно, вот эта вся, где применяется это... Излучение, когда кристаллы делают особенно. Изготовляются эти кристаллы. Они изготовляются, когда все расплавляется. Значит, соответственно, вот эта диффузия большой роль играет. Это диффузия и деформация, которая возникает перед ним. Значит, вот эта диффузия, вот этот, одно из тех кинетических элементов, который возникает. А мы просто кинетические элементы должны были с вами рассмотреть. Кстати, вот еще и диаметические элементы. Кофеи. Два. Это теплопроводность и, значит, этот самый... Получение звука. Звук — это переменная воздействия кристалла, а теплопроводность — это героген температуры. Возникает поток. Ну, вот эта кинетика. К сожалению, она по времени не входит в курс. Значит, она, вот эта кинетика, но вам, кстати, и у вас будут лекции по кинетике. Вам это оставят. Ну, вот, значит, в эту логику вписать, которую я исследую — это, значит, мы скажем такое дело. Вот эта кинетика. В общем, вот эта кинетика. Кинетика — это приправоводность и приправоводность и приправоводность звука. И диффузия, если мы рассматриваем сильных телек. То есть температура воздействия. Ну, вот. Это, значит, и эффекты, которые мы рассматриваем. Теперь, а... Не эффекты, а сама система. Сама система изменяется, когда у нас будет дефекты. Дефекты — это значит, что... Это дефекты кристалла самого. Они всегда есть. Значит, у вас кристалл, идея решетка не идеальная, а где-то атом не туда с ним на место сел. Где-то сместилось северо-плоское, где-то северо-плоское какое-то. Вот эти вот линейные, плоские. Ну, плоские дефекты — это границы кристаллитов. Вот кристалл реально состоит. Не является монолитом таким кристаллом, как мы его рассмотрим, а из фрагментов кристалла. Вот это кристаллики существуют. Если они макроскопического размера, то это называется поликристалл. То есть реальный, близкий к идеальному, так сказать, кристаллу — это поликристалл, содержащий, значит, соответственно, примесные атомы еще. Кроме этих собственных родных атомов. В нем есть еще собственные и чужие атомы. Но если, значит, это близкий к идеальному, то там, значит, своих атомов намного больше, чем чужих. Вот это такое бывает. Такие реально вполне вращиваемые, деланные руками человека вышло очень много. То есть поликристалл. То есть поликристалл. То есть следующий поликристалл, можно элементы выразить, и будет идеальный кристалл, да? Вот уже настоящий. И вот туда уже не в нем пока принесить будет. Ну, и дефекты, которые уже... Вот границкие средства — плоские дефекты. А, значит, будут дефекты, которые чужеродные атомы вот эти строят. Вот они сидят... Да, они могут сидеть на местах этих своих атомов. И могут сидеть между узлами, говорят. Примеси внезрения, примеси замещения. Вот два типа. Вот эти дефекты. Значит, это всё. Опять же, как я сказал, значит, вы должны переформулировать вот эту энергиозного состояния, то есть физическую сумму, включить в уровень дефектов, значит, соответствующим образом вычислять и вычислять дефекты. Это тоже фрагмент, как я говорю, положено в эту науку в кристалле. Кроме того, изучение кристалл... Значит, структуры кристалла — это вот действие излучения, которая... Дифракция излучения кристаллов. И плюс вот эти малые концентрации... Изучение малых концентраций дефектов — вот это входит вообще-то в науку об идеальном кристалле. И высокой гипертональной приближении, то, что я сказал, это всё. Кинетика. Вот смотрите, вот эта часть, которая ещё примерно, может быть, на два таких курса прохватила. Вот это была как бы тогда вся теория твёрдого тела идеальная, высокой идеальной. Ну а дальше идут не идеальные уже тела. Значит, идеальное тело — это уже так, это уже мы, если по увеличению размера идём, ячейки. Наноячейка называется часто. Наноструктура. Это когда мы сама... То же типа кристалл что-то, оно состоящее из НАН ячеек, то есть ячеек, в которых несколько атомов сгруппировались в фрагментах. Значит, этот самый... Тот, который... Вот эта ячейка, которая является уже искажением той исходной ячейки, а не ничего другое. На самом деле, что не там какое-то счётное число, не небольшое число атомов, а уже серьёзное число, а там сотни тысяч атомов на самом деле. Вот эта ячейка, она может быть использована как-то упорядоченное, неупорядоченное и так далее. Вот это будет, значит, уже идеальное тело на анонструктурах. Дальше, если мы ещё больше разумеем, ну, этот по полиции стал будет, ну, в общем случае, будет содержать большое количество дефектов и этих чужих атомов, хотя там не поймёшь структуру, которые должны, ну, основные атомы где-то выделять и так далее, искать эту структуру. Ну и, наконец, совсем уже дрянь, грязь, ну, это уже совсем, ну, там фрагменты, кристаллические фрагменты уже в порядочных фрагментах не выделишь, это будет неоднородная какая-то система и так далее. Вот, значит, это всё, это, значит, так мы идём от идеального к неидеальному. Ну, значит, ещё там есть какие-то, ну, и так далее. Вот, значит, это, я вот ещё, в самом же раз, заканчивая, говорю как раз вот эту логику, что мы можем, что мы должны сначала идеально разобраться, вот мы с вами её разобрать, какой-то кусочек этого идеального разобрать, а потом идти и всё дальше дальше, и идеально, потому что вам любят рассказывать сначала, а потом где-то, значит, это проще, там ещё и есть идеальное что-то. Вот, значит, это вот, я и как раз, моя цель была, вот, чтобы вам притяжить. И, значит, смотрите, ну, в финале я могу, значит, хочу сейчас, ладно, может быть, скажу несколько слов. Значит, это, один из, значит, ещё фрагментов, который должен был вспомнить, это фазопереход. Фазовый переход крестала в жидкость, это зацеплавление в знаке. Вот, ну, есть, есть фаза перехода, из одного вида крестала, другой, структурная фаза перехода. Ну, это уже специальный образ, значит, это, значит, там, уже это, ну, другая наука, это уже далеко слишком идеально, но тоже это, значит, а вот если, значит, идеальный, значит, вот такой вот идеальный фистал, плавление идеального фисталла, то это, конечно, идеальный. и здесь, ну, нужно, может быть, вот, сейчас вписать формулу, которая, значит, сейчас, тут, хорошо известно, и мы можем, формула Линдеман называть. Мы можем, вот, в этой науке, финалом сделать, что? Как крестал испадётся, при какой нагревании, при какой температуре, температура плавления, просто, из того, из того идеального, значит, рассмотрения, когда нам получили. Ну, очень просто, смотри, значит, у нас, мы можем амплитуды, вот я, как раз, написал вам формулу, давайте, сейчас, я расскажу, и, значит, формулу для амплитуды колебаний, ну, давайте, ничего там, это даже не нужный нам ангармонизм, вот здесь, потому что, это оценка, температура плавления, конечно, из этой науки, там, никак не получится, то есть, точный формул, какую-то, конечно, нельзя, но, значит, мы можем, знаете, вот, УН, смещение, да, вот, УН квадратит, средний, мы можем, вот так, УН квадратит, средний получить. Так вот, если она температура не будет зависеть, значит, будем увеличивать температуру, температура, она становится порядка атомного расстояния, меньше атомного расстояния, ну, а точнее, не самого расстояния, а половинки его, вот половинки расстояния у нас, тогда, значит, это дает, да, вот он будет, если он будет порядка, 0,5, допустим, а там даже ставят, меньше еще, атомного расстояния, ну, тогда, значит, это дает, оценку, оценку, температуры плавления, если мы сейчас вычистим, степолого равновесия, при условиях температура, возьмем, вот, УН квадрат, я обещал вам, в свое время, вот, средний УН квадрат, вот, М, вот, поэтому, степень, толкуется, вот, средний, это, конечно, чему она будет, значит, это верху, вы можете сам вычистить, или матричный, но это вычистить, трен, значит, смотри, какое чему-то, так, вот, значит, среднего квадрата, равняется, это нужно взять, матричный элемент, смещение, а так я писал, эти флосифоны, через ряды, точное прозревание, и вычисление, там, так вот, значит, так, 2, M, ну, тут нам, не нужно, если там, даже, сложный крестал, давайте, простой крестал, простой крестал, все аратомы, этой массы, вот, M, когда я написал, простой решетки, ну, ну, и снова, пока, пока, ну, напишем, что-нибудь повышать, так, теперь, единица на, сейчас, секундочку, вот здесь, так, единица на омега К, альфа, так, будет, два, н, к, плюс, единица, ну, тут можно выделить, хочется выделить, двойку, все поставить, тогда будет здесь, то, что входит, в энергию, энергия, здесь будет, энергия, здесь будет, энергия, энергия, и, четверт в квадрате, вот так, получится, ну, значит, неважно, значит, это, значит, если теперь, вот, 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 давайте так, значит, это общее видение, то есть, не общее видение, наоборот, напишем, вот, значит, это можно написать, смотрите так, ну, естественно, давайте добавить, Это я не просто форму для модели добавляю, а я напишу, так, 3, сейчас, 3к по t на n, вот, потому что форму для модели добавляют 3f как интеграл от нуля до омега максимальная, дел омега, ню от омега на омега квадрате, так, ну вот, значит, теперь мы это, значит, мы это грубо оценим, как омега, так, омега получится, сейчас, секунду, ню от омега, в общем, это омега, омега, ню от омега, в общем, омега квадрате по омега на омега квадрате, и тогда, значит, получим так, из этих герман, запишу здесь, запишу здесь по модели, для модели добавляют, я сейчас напишу конечный пункт, так, 3к по, значит, 3к по t, 3к по t деленное на, это можно все просто решить, 2, так, сейчас, секунду, 2к по t деленное на с в кубе, это я пишу некую среднюю скорость звука в кубе, там тут средняя, средняя с в кубе была у нас фигурирована, так, когда я могу сказать, скорость звука в кубе, какая-то условная скорость, 3n, вот, как получилась такая формула, и она может быть записана, как, 3к, так, 3к по квадрате t, по квадрате все порционально t, будет все порционально t, вот, значит, 3к по t, 2p в квадрате, значит, s кубе, m, так, n, h, так, n, h, вот, в начале нужно что-то поставить сейчас, значит, смотрите, итак, я не буду долго писать, я буду в чуже конечную формула, которая называется формула не нормально, значит, смотрите, вот просто напишем условие, что это равно c на b, и c вот это, ну, 0,5, вот, значит, тогда получается, смотрите, вот температура плавления, когда это равенство выполнилось, вот здесь уражение температуры плавления, получается такое, здесь я t по c, получается вот так, t в плавлении, вот здесь получим легко, получим хорошо, интересную такую форму, значит, c а в квадрате, 2, 2, так, c а в квадрате, сейчас, n, k по t в квадрате, n, k по t в квадрате, деленное на 9h в квадрате, 9h в квадрате, значит, смотрите, значит, здесь фактически, тут легко посчитать, что это будет просто, значит, пропорционально, значит, скорость, в общем, пропорционально, c на 9h в квадрате, деленное на k, вот какая получается, если скорость звука аплодиации массы, вот эта, значит, я т в квадрате плавление, ну, это, конечно, очень грубое, значит, здесь, конечно, в порядке личные лежат, ну, плюс-минус, к какой-то длиной появляется, ну, вот, чтобы вы понимали, вот эта, значит, выкладка, которая, получает, показывает, как можно оценить, когда присылается полет, а вот при приходе, ну, значит, здесь, ну, вы знаете, когда говорили, меняется, конечно, в интервале от нескольких сотен градусов, до десятков тысяч, ну, значит, здесь, конечно, трудно связать, потому что это, здесь, с квадрат, скорость звука, она не так сильнее, что лично, скорость звука, 10-5 сантиметра секунды вообще практически у него минус вставает, плюс-минус небольшой, ну, правда, в квадрате тут можно, в общем, короче говоря, эта форма с какой-то, плюс-минус, там, 3-2-3 парадок, значит, определяется, что половина, вот эта вот форма линдомана, называется? Как называется? Форма линдомана. Лин-де-ман. Лин-де-ман. Вот. Значит, c нужно взять, ну, здесь 0, 0-2. Как берите цвет. Почему 0-2 так? Ну, 0-5 квадрат. То есть, квадрат. 0-5, мы берем атомы с собой с церой. 0-5 берем и 0-5 квадратов будет 0-25. Ах. Вот так вот. Вот 0-2 берем. Ну, на 3-8-9-0 и сколько. На самом деле, конечно, нужно здесь стараться меньше взять, но если вы будете меньше брать, то, значит, здесь это будет давать за низкую слишком оценку. А почему вы там примерно написали? Там, где корень у n в квадрате было примерно 0,5 c на а. Почему не ровно, а почему примерно? Ну, не точно же 0,5, совсем уж так, как нет, потому что это средняя сюжет, это у меня такой точечный синий, меньше бы точно, вот раз, ровнялся 0,5, и до свидания. Нет, ну это примерно, она тут вводит от того, что приближается от 0,5, тут фазовый переход не такой уж, что резко раз, да-да, и потом ведь средняя, понимаете, значит, средняя. Дело в том, что мы все же здесь очень крупно, все это царь. Значит, это вот, вот это, ну это же группа, все это, по-моему, и дебая-дебая. Потом еще, там, еще больше всего, когда он к этому перешел. В общем, все это такое, грубо говоря. Но, вообще-то, вот вам идея, как делать оценки, значит, такого урона, значит, это, мы должны здесь просто уже знания свои. Потому что знания у нас хватает на то, чтобы все это начать получить. Ну вот, на этом, значит, мы тогда заканчиваем с вами, значит, эту часть курса, значит, мы встретимся с Энференцией, надеюсь, значит, когда у вас там коньяк, вот, два часа сверли, вот, и будем уже говорить об электронной системе. Вот, да, 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 электронной, вы, вот. А это, значит, мы должны встретиться еще с вами. За меня такая не всем приятная встреча. Вот, значит, это, вопросы я дам вам, да, значит, вы придете, значит, до консультации и экзамены. Вот, консультация будет встречена, значит, билеты. Вот, значит, билеты, билеты будут два вопроса, просто номер я напишу, этот и этот. Два вопроса, вот, вот эти. И нужно рассказать, как вот я вам рассказываю. Я рассказываю в таком чисто разговорном стиле. И мне уже не нужно какие-то введения, заключения и так далее. А, значит, это, просто расскажите, ну, как вы это понимаете, все существа дела, это все. Вот, напишите, а все. Вот, напишите, формулы-то эти. И все то, что я рассказываю, конечно, есть в книгах, но, значит, я некоторые фрагменты, Рассказываю не так, как можно говорить в большинстве, но это, я просто потому, что, видите, я уже, все, в которой я уже такое долгие пытался нанести на этой. Вот, значит, вот это, если есть какие-то вопросы, что-то было непонятно, пожалуйста, на четыре книги, то вместе поищем где-то книга, и хватит все. Если вы не нужно будет, то запрещу все тюрьмы. Ну, у вас вот такая тонкость. Виталий, там сейчас все у вас очень заорганизовано. Так, а не спортивно в таком характере все. Вас, консультация вам назначит, в общем, завтра прийти, а вам лично назначит консультацию. Ну, так вы, давай, договоримся тоже, душевно договоримся. Я совсем не, нисколько не заинтересован в том, чтобы вам не было возможности подготовиться. Правильно? А наоборот, хочу, чтобы вы подготовились хорошо. Наоборот, чтобы мне хотелось, чтобы вы мне, вы знали. Поэтому, значит, договоримся так, чтобы эту консультацию мы с вами перенесем. Как вам удобно? Как вам удобно? То есть, консультацию вы делаете так, как хотите, да? Ну, экзамен, мы, число экзамена не выдавать, мы не можем. Это нас заругает там. Ну, не знаю, может, если число ставить, как все у нас принято сейчас, этих бенеров обманывать, как только можно. Ну, встретишься через год, а напишу вот это число вот так примерно. Можно это сделать, но я думаю, это что-то, перебор. Короче, говорят, экзамен, как правило, будет только число, как и все число, как и все. Можете на экзамен, но мы здесь же и будем сдавать. Приходите, себя же. Сюда же приходите и, значит, это мне сказали. Значит, смотрите. Ну, я не знаю, вы все вроде тут ходили примерно, но девушка-то не придет, очевидно, куда-то? А тут у вас не ясно? Ясно. Наш какой-то. Ну, в общем, она точно так же поступила один раз, уже училась у меня. Значит, она приходила много раз, но как-то каждый раз не решалась. Ну, надо говорить, я потом приду. Вроде бы и хочет все так сказать. Ну, почему-то это какое интересное дело, кстати. Ну, значит, смотрите. Ну, в общем, кто вот так вот не ходит, чувствуется плохо знает, я, значит, тогда, значит, на тройку дают три вопроса. Что такое температура дабай должен знать, чтобы о ветвях колебаний, что есть такие гусические, оптические эти колебания были. Как теплоемкость зависит от температуры дистала, чтобы это вы знали на всякой штуке. Именно поэтому те, кто хочет на хорошую оценку отметить, если в этом вопросе провалится, то это, конечно, неприятность будет. В общем, в этих вопросах вам не надо провалиться. Значит, ну, хотя бы какой вопрос бы вам не попал, если вдруг вы неожиданно выясняли, что вы не знаете, как теплоемкость зависит от температуры, ну, тогда, значит, это как-то вопрос. Знаем, тут некоторые хорошие оценки получают. Ну, значит, пожалуйста, опять же, я заинтересован в этом, чтобы вам хорошие поставить. Но, видите, значит, в конце концов, хирург какие-то, что, какая-то граница, так? Вот, поэтому эту границу как-то был по сравнению с этой причиной. Вот. Потом, значит, если что-то, кажется, кто кому-то не понравился, оценка. И кто-то пришел потом сколько угодно может доходить. Это тоже интересно. Пожалуйста. Так. Спасибо.